Главная задача создать для гостей города праздничную атмосферу и подарить только положительные эмоции. Первыми оценить гостеприимность сказочной столицы уже смогли туристы, которые приехали на день рождения Деда Мороза. В новогодние каникулы за пять дней планируется принять 7,5 тысяч туристов. В резиденции главного волшебника для гостей приготовлено много всего интересного. Это игровые программы, связанные с изготовлением художественных промыслов. Кованное чудо, водовая мастерская, столярка мастерской, забавы, бабы жары, мастер-классы каждые 30 минут. Для индивидуального общения туристов с Дедом Морозом проводится чайпитие в весной аптеке Деда Мороза. Подготовка к турсезону ведется на протяжении всего года. Основной поток туристов прибывает в Великий Устюг специальными автобусами. Но для удобства приезжающих будет задействован и наш железнодорожный вокзал. В октябре этого года прошли две встречи с представителями Ярославской железной дороги. В ходе встречи был озвучен комплекс работ по развитию вокзала, который включает в себя его реконструкцию и привокзальной площади. Некоторые туристы приезжают в Великий Устюг целыми группами и предпочитают добираться на автобусах. На совещании также обсудили и праздничную программу, которая обещает быть довольно насыщенной. В период новогодних каникул будут задействованы все учреждения культуры. В музеях пройдут различные мастер-классы и увлекательные интерактивные квесты. Это будут такие мероприятия, театрализованные, как рождественские посиделки, далее сочельники, святки, различные программы, в гостях рукодельницы, устюгские посиделки. Ну и также широко будут представлены мастер-классы, которые также будут проходить на трех площадках. Это непосредственно в Ладе на Советском проспекте, на Углосково. И непосредственно в самом Дома культуры там тоже есть помещение, которое в стиле русской избы будет представлять именно это направление. Ну а непосредственно в саму новогоднюю ночь на площади Славы для всех устюжан и гостей города пройдет праздничная дискотека с участием лучших диджеев. Начнется она в час ночи и продлится до трех часов утра. Завершится гуляние красочным фейерверком. Алена Белозерцева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Продолжение следует...